Всем привет! Вы на канале посылки из Китая, меня зовут Саша. Сегодня скромненькая распаковочка, буквально 4 посылки. Долго у вас время отнимать не буду. И первую посылку открыли. У нас здесь находятся вот такие пилочки. Женские пилочки для маникюра. Ну, в принципе, может и мужские. Так, у меня ногтей нет, подпилить ничего не получится. Не знал я, что едет, но вроде что-то пилит. Абразивность средненькая, наверное. Те маленькие, которые были в предыдущих распаковках, такого размера, где-то с палец указательный мой, они более жесткие были. Эти чуть мягче, ну и расцветка достаточно симпатичная. Ссылочки, как всегда, будут в описании. Поэтому, если вдруг кому-то интересно, заходите, переходите и приобретайте себе. Так, а здесь у нас находятся вот такие штуковины для того, чтобы блюдить безопасность за рулем. Если никто не сталкивался и не видел эту штуку, рассказываю. Включается она здесь и при наклоне головы, то есть она у вас вешается вот сюда за ухо, вот этой штуковиной, и при наклоне головы издается вот такой неприятный звук. Вот здесь, в принципе, можно посмотреть на картинке. Я покажу, как это дело работает на практике. Вот здесь, в принципе, можно посмотреть на картинке. Стоимость не очень дорогая, но, правда, приобретал я не для этих целей, а для того, чтобы когда ребенок делал уроки, следил за своей осанкой. И всегда с ровненькой спинкой, высоко поднятой головой писал, читал и все остальное, чтобы не превращался в шахматного коня. Не знаю, поможет или не поможет, но... Ой, ее даже ложить на бок нельзя. Так, надо отключить. Ну, попробуем, поэкспериментируем. Денег стоит немного, поэтому, даже если не подойдет, ничего страшного, не беда. Так, а здесь у меня находятся вот такие автомобильные рамки, для того, чтобы можно было выцарапать свой номер на них и приклеить. Ну, правда, приклеить, если честно, не получается. Присоски, которые в комплекте, ну, честно, откровенно говоря, говно. Есть у меня такая табличка, лежит на машине. Вот, в принципе, ее фотография. Но присосками я не пользуюсь. И что здесь нам приехало? Скорее всего, наверное, какие-то пленочки. Так. Здесь пусто. Так, меня интересует, что здесь за модель. Потому что заказывал разные. На Apple меня просили заказывать. И что-то заказывал себе. Это на мой Asus Zenfone. Не так давно расхерачил себе телефон. Полностью разбилась у меня стекляшка. Начало даже высыпаться. Отремонтировал. И сейчас решил воспользоваться вот этим стеклом. Так как ремонт достаточно дорогой. У меня замена модуля обошлась в районе 45 долларов. Но это, правда, с заменой. Не хотел заморачиваться, заказывать из Китая. Потому что очень долго ждать. А, говорю, так как высыпались стекляшки с самого телефона. Сейчас у меня стекло, конечно, целое полностью. Но здесь уже нет надписи Asus. Потому что не оригинальная вот эта сама тачпад, эта стекляшка. Здесь мастер накосячил. В глазок мне пыли загнал, приклеил. И у меня целая куча сколов по всему корпусу. Знатно он у меня полетал, этот телефон. Крышка вся покололась с этой стороны. Где-то еще здесь был скол. В общем, не повезло. Так, ну да ладно. Тем, кто досмотрел это видео до конца, хочу сказать, что вы можете принять участие в конкурсе без всяких секретных слов. Пишите абсолютно любой комментарий. Обязательно быть подписчиком моего канала. И поставить лайк этому видео. И как всегда, через 10 дней мы разыграем 100 российских рублей. Я с вами прощаюсь. Ссылки в описании. Пользуйтесь кэшбэком. Пока-пока.